Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод И с вами в рубрике Лаборатория политического и военного анализа Лаборатория пива Юрий Гемельфар Вчера в Саратове состоялся Согласованный митинг КПРФ против пенсионной реформы Вы все видели Тролик, ссылка дана в описании Не скрою Раньше эти мероприятия Организованные КПРФ Были скучные И все проходили по одному и тому же сценарию Плач по временам СССР Как в СССР было хорошо Как теперь все плохо Как нарушаются права трудящихся После чего В мере окончания Мероприятия Говорили цигель-цигель Ай-лю-лю И все сворачивалось Но только не вчера Дело в том, что Вчера События пошли Не по сценарию А после Окончания Митинга Николай Бондаренко Он сделал следующее Повел всех Маршем По проспекту Кирова На правительство Области И В итоге Там Действительно Это Офигели все Саш Вот ты не снимал Ну первый вопрос к тебе Дорогой А почему ты это не снимал? Рассказываю Вот Вчера идет Такой вот Заорганизованный Запрограммированный Ясный Четко обозначенный Согласно сценариям Митинга Мы знаем Сколько человек выступит Мы даже знаем Кто выступит Знаем Пофамильно Зарайе знал Кто будет выступать Я сейчас Пять фамилии назову Там Алимова Аниталов Бондаренко Ну и там еще Пару Человек Там Включая Ветеранов Труда Ветеранов Войны Все Я пробыл Там В районе Ну часа Наверное Да Да даже Меньше Меньше Даже Сделали Повчера Аккуратненькую Нарезочку Несколько Комментариев Да Наиболее Таких Активных Людей Которых Мы там Видели Да Я Спокойно Отключаю Все что Записывает Все что Там Снимает Сажусь В машину А мне Ехать Довольно Далеко Еще Нужно Было По делам Помотаться По городу Ездил Еще в 2-3 Места По своим Делам Еду По улице Московской В сторону Волги Или там Грубо говоря В сторону Энгельса Как у нас Называют Там И вдруг Смотрю Улицу Московскую Пересекает Толпа Огромная Толпа И в принципе Те самые Люди Которые Были На этом Митинге Я Вот так Стоя В первой Полосе Машин На светофоре Вижу Эти лица Откуда Они Взялись Тут Встает Вопрос Значит Этот Митинг Переместился Вот сюда Зданию Правительства Это угол Московская Горького Да Толпа Пересекает Московскую Я начинаю Искать место Где припарковаться Там Просто Негде Припарковаться Там Нет разрешенных Стоянок Два раза Объехал Вокруг Квартала Московская Горького Радищева Кутикова Примерно Все представляют Что это Такое Кто живет В Саратове Приткнул машину Смотрю Прибежал Уже фактически Прибежал К зданию Областного Правительства Там Вход Есть С улицы Горького Естественно Как бы В ППХ И снимать И Уже темно Да Самое интересное Что стемнело И у меня Такой возможности Нет Такой серьезной Аппаратуры Которую там В темноте Писать может Ну я просто Своими словами Могу описать То что случилось Ну хорошо Вот своими словами Опиши Что это было Вот что за финт Выкинул Бондаренко Николай Бондаренко Тот человек Который неоднократно Был у нас в эфире И с которым мы еще Неоднократно сделаем Человек Очень пассионарный Очень эмоциональный Жесткий в своих взглядах На мой взгляд Скажем Простил Центрологию Он просто взял Попросил всех На этом митинге Я просто у людей Спросил Чего у тебя Я Тех людей Которых я знаю Как вы здесь оказались Он говорит Да просто нам предложили Свернуть флаги Свернуть плакаты Свернуть лозунги И Просто пройтись То есть фактически Это с точки зрения правоохранителя Это должна быть Обычная прогулка Они Пришли Туда К зданию правительства Несколько раз Проскандировали Да По пути По дороге Как мне рассказали Они скандировали Путин вор Представляешь ситуацию Когда 60-70 летние бабушки Дедушки А в основном была Возрастная публика Скандируют Путин вор Это же Не навальновские Вот эти вот Ребятишки Которых мы снимали Пару недель назад В 9-м Ну да Это сюр какой-то Натуральный сюр Да Я просто этого не ожидал Я не думал Что Вот эта Самая партия Которая В принципе Является На мой взгляд Вот Делайте со мной Что хотите Вы Никуда Господа коммунисты От этого не уйдете Что за последние Там 6-7 лет Которые В течение которых Я нахожусь близко К политике Рядом с политикой Что В основном Эта партия Выполняла Задачи Которые Ставила Единая Россия Так и было И сегодня Вот вернее Вчера вечером Получается Вот такая ситуация Ну Скажем так Это случилось Показало Это несколько вещей То что Даже бабушки Дедушки И ну Зрелое поколение Способно И может Хотя Не в таком Большом количестве Как Навальнято Так назовем Навальнято Да Что даже Бабушки Дедушки Могут идти И отстаивать Права Своих И своих детей Вот При этом Еще показал Одну интересную Вещь Что Дежурный Вот сейчас Разговариваю Сейчас я с вами Разговариваю Как профессиональный Силовик Дежурные силы И средства Министерства Внутренних И Росгвардии Абсолютно Не готовы В субботний день Противостоять Каким бы то ни было Массовым мероприятиям Если бы Вот эти люди Полезли через забор Да И начали Эту калитку Ломать Никто бы Ничего не сделал Был там Ну Ну десяток Ну может полтора десяток Полицейских Машина Росгвардии Вот это вот Так называемая Внередомственная охрана В касках В бронежилетах Там с автоматами Она приехала Что-то минут Через двадцать По-моему После того как Толпа Стояла В этом самом Здании правительства А вот Очень важный вопрос Вот Я хорошо помню Что когда Ты был на митинге Я тебя попросил Оценить Сколько там людей Присутствует Ты сказал Ну где-то Не больше Тысячи человек По твоим Оценкам Как говорится Точности Не требуем Плюс-минус Два лаптя По карте Сколько людей Вот пришло К областному правительству В Саратове Я полагаю Так пятьсот Семьсот Ого Пятьсот Семьсот Да Да Основная масса Может быть За исключением тех Кто с трудом Передвигался Ну вот Они не пришли Этот вопрос Был Не праздный Нас с тобой Ты уже Ты наверняка Читаешь комментарии Нас с тобой Все время упрекают Что вы этой арифметикой Занимаетесь Я сейчас Поясню Под текст Своего вопроса Я очень хорошо Помню Событие Девятнадцатого Августа Девяносто первого Года В Саратове Тогда На Пло Вечером Время Точно я вам Сказать не могу Не помню Уже сейчас Но тогда Вечером Был Стихийный Митинг На площади Революции Это вот ныне Театральная площадь Где собралось Порядка Десяти Тысяч Человек Результат Тогда Результатов Было два Первый результат Самый Такой С моей точки зрения Показательный Все руководство Города И области И первый секрет Тогдашний Первый секретарь Обкома КПСС Константин Платоныч Мурени И глава города Владимир Георгиевич Головачев Все они Исчезли Из города Это был буднедень Я напомню В неизвестном направлении И второй вывод Тогда же Буквально Чуть ли не силой На трибуну Вытащили Главу Саратовского МВД Генерал-лейтенанта Виталия Ивановича Шенкаренко Который Посмотрев На эту толпу Сказал Что я Подчиняюсь Приказами Приказам Бориса Николаевича Ельцина А никакой ГКЧП Я не знаю То есть Ему там Устроили Конечно же Овацию Но я это Все говорю К чему Что вот Суть теперь вопроса А вот Не считаешь ли ты Саша Опять же Как военный человек Тем более С учетом того Что ты сейчас сказал Что саратовская полиция Не готова Вот к таким финтам Вот возможно ли Что если действительно Пойдет Ну такая толпа Не 500-700 человек А 5-7 тысяч человек Что повторится Ситуация Вот которую я Только что описал Возможно ли такое В принципе Это возможно Но я тебе скажу так Я На данный момент Вот сегодня Сейчас Я думаю Вот Глубоко проанализировал Вчерашнюю ситуацию Можно сказать Полночи об этом думал С учетом Того Митинга И шествия Который провел Навальный 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 Володя Чарский Это было 9 числа С учетом того Что вчера провел Бондаренко С учетом того Что того же 9 числа И вчера В ходе проведения Протестной акции Против повышения Пенсионного возраста В некоторых городах Винтили Крутили Арестовывали Задерживали Ты знаешь Мне кажется Либо в саратовской власти Либо в саратовской полиции Скорее всего В саратовской полиции Появились Достаточно Прагматичные И умные люди Это Не может Не радовать И не может Не огорчать Переведи Две крайности А посмотри Просто Вот Допустим Тот же Митин Я помню По тем временам Когда я сам Бывал Заявителем Митингов 2012 год 2013-14 Я много раз Был заявителем И организатором Там стояли Десятки А то и сотни Сотрудников В полиции Вчера На самом митинге Было человек Десять Да Ты показывал Это Там Они растворились Лениво Даже так стояли Точно так же На Навальновском Митинге Это говорит о чем Что какой-то Мудрый силовик Он есть Скорее всего Это новый начальник Либо Городского Либо областного Управления Он сказал Ребят А что их трогать Ну пусть стоят И орут Пусть ходят Куда хотят Это же приличные люди Это не молодежная Субкультура Какие-нибудь панки Футбольные фанаты Или так далее Да ну Не гопота какая-нибудь Обкуренная Или обдолбанная Пришли культурные Приличные люди Ну они высказали Свою точку зрения Поэтому Умный человек Саратовской полиции Сказал Откройте Клапан Полностью Не надо Мы не будем Этот парк Стравливать Мы просто его выпустим Полностью Вот вчера Все это побурлило Вчера Коля Бондаренко Прекрасный Наш с тобой знакомый Человек Которого мы непременно Позовем в эфир Обязательно В этом уверен Договоримся Об этом В ближайшие дни Ну прошлись По проспекту Но заведомо Было известно Это нормальная Психология Правоохранителя Который должен Оценивать ситуацию Что они не будут Переворачивать Урны Поджигать машины И бить витрины Все знали об этом Так же? Ну дошли Да Ну постояли Поорали Да? Ну поорали Через Ровно через 10 минут Разошлись Осталось там 5-10 человек В конце Я достоял Грубо говоря До конца Всего этого Мало того Вот сейчас У нас Еще Полдень не наступил В Саратове С следующего дня Я сейчас опять Сажусь за руль И еду на это место Посмотрю Что там Может быть Кто-то остался На бессрочной Какой-то акции Возьмут с собой Чем можно снимать Этот мудрый Полицейский Сказал Да пусть ходят И орут Для того Чтобы остановить При взломе Ворот Или калитки Достаточно Будет одного Выстрела В воздух Все Поорали Разошлись Спасибо До свидания То что они кричали Путин вор Ну кричали Путин вор Господи Ну а кто что не кричит Все так То есть Тактика Саратовской полиции Изменилась И я считаю Что У Браздок правления Этой структуры Оказался Достаточно Умный человек Я просто Не в том плане Что я Поддерживаю Полицию Как структуру Путинской власти Я просто Снимаю шляпу Перед Умным противником Вот я Вопрос уточню Вот такое поведение Саратовской полиции Не могут ли Люди Сделать из этого Два вывода Первое Воспринять это Как слабость И второе Воплощение В жизнь Лозунга Навального Полиция С народом И служи Уродом То есть Это Не подстегнет ли Это людей Вот на твой взгляд Возможно Тут Все Варианты Все Возможно Все Случаи Скажем так Возможно По сравнению По сравнению С другими регионами Я еще раз говорю Повторяю Саратовская полиция Ведет себя Достаточно Порядочно И сдержанно И тогда Последний вопрос Саша Вот В заключении Не могу Его не задать Не кажется Ли тебе Что вот Подобного Рода Финты Во-первых Могут Произойти В любом Регионе Российской Федерации А во-вторых Стать тем самым Черным лебедем Когда все Покатится К ангелам Чем дольше Будет Ухудшаться Материально Физиансовое Положение Людей Тем Больше Такая вероятность Понятно Ну что ж Друзья Вы Слышали Нашу Точку Зрения Относительно Неожиданного Финала Митинга КПРФ Против Пенсионной Реформы Который Прошел Вчера В городе Саратов Ну Я напоминаю Как всегда Выводы делать Только вам До встречи Счастливо